Очень приятно слышать вас, коллеги, очень приятно слышать. Сегодня с вами работают Тимирлан Тимурович и Веген Андреевич. И сегодня мы будем выполнять гибкую интерональную хирургию пациентки 56 лет, неотягощенная пациентка, без сопутствующих факторов риска по инфекционным осложнениям. У пациентки нет сахарного диабета, стерильный посев мочи, то есть отсутствует бактериурея. У пациентки камень 6 мм, верхний третий, плотность, не сказали, но я забыл, 1300 единиц Хаунсфилда. И, соответственно, стенд был установлен по поводу почечной колики. Длительность стояния стенда 2 недели. 2 недели, ну, собственно, пороговое такое значение. Мы знаем, что от длительности стояния стенда, стенд сам по себе является фактором риска инфекционных заболеваний. Но здесь у нас все спокойно. Больших опасений о том, что в послеоперационном периоде мы можем иметь подобные проблемы у нас нет. Мы смело начинаем. Тимурлан Тимурович сейчас выполняет цистоскопию. Дальше мы удаляем стенд. Стенд удаляете цистоскопом или уротероскопом? Нет, уротероскопом. И поскольку он у нас под рукой, чтобы не было мучительно, больно за то, что мы просто так вот просто используем такой замечательный инструмент, мы им же и выполним полурегидную уротероскопию. Если мы найдем камень и идентифицируем, мы, скорее всего, его сместим в чашно-лоханочную систему. Далее уже перейдем на гипертерреноскопию. Завиток стенда идентифицирован, все без проблем. Вообще, нам повезло, что у нас пациентка, в отличие от Николая Ивановича, потому что женщины, они гораздо более совершенные существа, созданные для эндоскопии. Короткого ретро, никаких проблем никогда не возникает. То есть у них никогда не бывает аденома, понятно. У кого? Аденома. У аденом? У женщин не бывает, я и говорю. Но тестостерон они употребляют, как я сегодня с утра узнал. По нашим с вами рекомендациям, естественно. Да, да, естественно. И вопрос, как часто вы в своей практике прибегаете к ригидной уротероскопии? И какие показания? Ригидной уротероскопии, вы знаете, я не могу это рекомендовать, но я эту методику очень люблю. И нет вот четких таких доказательных данных, которые говорили бы о том, что это надо выполнять. Эту методику еще... Нет, давайте так, для чего? Эту методику называют Фрайбургской. Основная ее цель – это рекомендацировка и калибровка мочеточника. Мы заходим, мы сразу понимаем, насколько мочеточник проходим, насколько он извит, насколько он выпрямлен, есть ли там сужения анатомические. И уже на основании тех данных визуальных, которые мы получили, мы практически понимаем и можем с 99% вероятностью спрогнозировать, как у нас будет проходить наш... Хорошо, если камень вы нашли в мочеточнике, вы будете его дробить на месте или будете смещать? Если камень в мочеточнике... Да, в мочеточнике. Ну вот, допустим, вы стенд убираете, он смегрировал опять в мочеточник, вы будете его поднимать в почку или будете дробить на месте? Если я в мочеточнике увидел камень, я буду его дробить в мочеточнике. Вы уж простите, пожалуйста, чтобы лишний раз не открывать одноразовый гибкий уротерро на стол. А у вас многоразовый, насколько я знаю? Ну, многоразовый тоже. Не открывать. У нас есть и тот, и другой. И вот наша великолепная, очаровательная Юля говорит, что используйте вот сегодня. Вы можете себе позволить все, что угодно. Разбить в хлам. Бентли, Роллс-Ройс. Она нам разрешила, поэтому мы сегодня немножко будем отходить от той практики, которую мы... Надо сказать, что у нас сегодня в нашем формате впервые мы будем использовать одноразовый, гибкий Уртера Роноскоп компании Карл Шторц. Вы, коллеги, вам видна эндоскопическая картина? Да, очень хорошо видно. Сейчас Тимирлан Тимурович выполняет полуригидную уротероскопию. У него замечательно это получается. Он видит, мы видим небольшую такую... Без струны? Без струны? Извитая. Да можно это делать без струны. Ну, вот сейчас мы видим как бы небольшой такой изгиб мочеточника, который нам не позволяет пройти дальше. Ну, или сделать это очень безопасно. Поэтому мы сейчас установим в мочеточник струну, убедимся, распрямим мочеточник и продолжим нашу процедуру дальше. В принципе, некоторые скажут, что это просто потеря времени. Возможно, они и правы, но, тем не менее, сегодня у нас такая показательная операция. И мы хотим, чтобы все было леги-артист, все было понятно и для восприятия гораздо более-более оптимально. Не вздыхайте, Евгений Андреевич, все хорошо. Да-да-да-да. Мы даже по-другому. Пациент будет следующий. Это не я, и по-моему, это не дыхание. Какая струна? У нас, я так понимаю, гидрофильная, но это зебра. Угу. Струна зебра. Как вы любите, Евгений Андреевич? Да, как я люблю... Я люблю зебру, жирафов, я вообще люблю животных. Животных, конечно. Все, что связано с Animal Planet. Что вы думаете по поводу бегемотов мы сегодня обсуждали? Гиппопотамов. А, гиппопотамов, да. Это да, это струна, которую придумал Николай Иванович Сорокин. Она размером в 45 френч, да, и не гнется. Ну, по сути, шомпол для автомата Калашникова, но он говорит, что у него пару раз возникало необходимость. Применение такой струны. Так, все, получается, нет? Чуть-чуть у нас есть, можно чуть-чуть водички дать. Какой диаметр уротероскопов? Есть изгиб, да? Это самый тонкий вариант уротероскопов от компании Carl Storz. Шаринка 7,5, да, то есть шаринка. Без особых усилий, да, мы идем дальше, да, конечно, конечно. Ну, мы помним, что в клинических рекомендациях... Все, идем, видите, мы преодолели этот изгиб, но, во всяком случае, видите, это, ну, не лишняя информация, понимать анатомию. И вот с теми степенью, если можно выразиться так, его прямоты, мы видим уже переход в чашно-лоханочную систему, лоханочный мочеточниковый сегмент. Собственно, мы прошли инструменты в чашно-лоханочную систему. И если нам это удалось сделать, мы понимаем, что никаких непреодолимых препятствий для нашего кожуха быть не должно. Яндрич, мы так понимаем, камень все-таки сместился в почку, да? Ну, она достаточно... Так, ну, мочеточник у нас сейчас зеленый, да нет, давайте по этой же попробуем поставить, и у нас это все должно быть. Яндрич, что касается... Значит, сегодня мы сейчас, конечно же, опять-таки немножко отойдем от общих правил. Постараемся поставить кожух, в последующем удалить струну, работать без страховой струны. Ну, опять-таки мы это делаем только потому, что вот здесь у нас пресцентированный пациент, очень хороший мочеточник. Немножко мы выйдем за рамки правил, но если у нас какие-то будут отклонения, то мы, конечно же, установим... Про анатомию продолжу, Евгений Андреевич. Что? Про анатомию продолжу. Про анатомию? Да, помните, я вам звонил, ну, вы сказали, что очень важно сделать ригидную ротероскопию для понимания анатомии. Вот, помните, я вам звонил по поводу того, что когда была установка кожуха флексора, у одной из пациенток тоже была пресцентированная, но ротероскопию ригидную не делали. И струна встретила некое препятствие, потом она пошла спокойно, я установил кожух, но когда зашел к гибким, то увидел, что где я, я вам звонил как раз, помните? Да. Вот, то есть, был изгиб, о котором я не знал. И произошла перфорация, правильно? Мочиточник и кожух я установил пара у ротерально. Да, понятно, что там 11-12 шарьера. Николай Иванович, мы вот покажем, нам видна вот эта картина внешняя? Нет, мы только видим эндоскопическую картину. А, а внешняя картина? Сейчас переключит нам. А что вы нам хотите показать? Ничего, просто установка кожуха. Видно? Да. Нет, сейчас видно внешнюю картинку, но мы попросим, да, вот сейчас отлично все видно. Вот смотрите, ну некоторые рекомендации, они, конечно, нигде не прописаны, но вот такими осцелирующими движениями мы ни в коем случае не вкручиваем. Я люблю, вот собственно, чтобы понимать, что прохождение кожуха абсолютно беспрепятственно, вот так вот, просто вот мизинцем, вот так вот, мизинцем, видите, значит, идет. То есть усилие просто минимальное, и если он идет как по маслу, у нас никаких проблем нет. Дальше мы уже контролируем под рентгеном. Если у нас вот такое минимальное усилие, мы понимаем, что никаких проблем с установкой дестации кожуха нет. Можно рентген-картинку показать? Да, рентген-картинка. Что за кожух, диаметр длины? Кожух 11-13. У нас в этом плане все хорошо, пациентка преццентирована. В принципе, 12-14 размер тоже должен был пройти, прорваться, пролететь на ура. Ну вот 11-13 вообще замечательно. Сейчас мы посмотрим, как у нас будет вот это соотношение обратная ирригация. Мы это все удаляем, и дальше уже готовим гибкий уротер-реноскоп. Пока готовится и уротер-реноскоп, Николай Иванович возобновляет свой вопрос по поводу кейса, который с ним случился. Не, ну кейс, я просто говорю, что правильно, конечно же, знать про изгибы, про анатомию, потому что может случиться так, что струна выйдет за пределы. Особенно если вы придадите некое усилие, перфорирует мочеточник, и кожух-флексор может быть установлен в ныне. Вот, безусловно, то есть в вашем случае, я так понимаю, полурегидная вот инспекция мочеточника не была. Не было ее, не было. Правильно, поэтому если бы она была бы, вы бы аккуратно зашли бы в чашечно-лоханочную систему, под визуальным контролем установили бы, и будучи уверенным, что там ничего нет плохого, вы бы зашли бы в чашечную лоханочную систему. Евгений Андреевич, покажите, пожалуйста, внешне, поближе уротер-ароноскоп от компании «Карлэштоу». Сейчас мы покажем. Ну вот смотрите, можно сухую, вот. Значит, можно показать нам внешнюю картинку. Видите, такая ситуация возникает. Возникает, это такое, экс-ваку кровотечение. Ну, кровотечением это не назвать, такая легкая гематурия. В принципе, ничего страшного нет, но мы сейчас понимаем, что очутившись и оказавшись в чашечной лоханочной системе, возможно, нам придется некоторое время постоять и при помощи, вот, в режиме пассивной ирригации промыть чашечную лоханочную систему. А какая причина чаще всего такой ситуации? Ну, чаще всего это вот экс-ваку. Ну, то есть, когда после того, как мы провели кожу, возникает перепад давления, очень мелкие капилляры, слизистые, они лопаются. Значит, это у нас уникальный инструмент. Это один... Flex XC1 он называется, мне подсказывает. Евгений Андреевич, а можно на ручку посмотреть еще? На ручку я просто не понимаю, куда ее показывать. Да, вот нам видно сейчас, отлично. Хорошо видно. Значит, вот такой вот нехитрый аппарат, достаточно эргономичный, очень легкий, что радует. Он гораздо легче, например... Вы первые в России, Евгений Андреевич, кто его в руках держит? Что? Я впервые? Вы первые в России, да, кто его в руках держит? Так, когда-то, да, в молодости я любил быть первым, но потом я понял, что ничего хорошего в этом нет. Иногда возникают проблемы. Пожалуйста. И, соответственно, Тимирлан Тимурович, это первый человек, кто работает на этом аппарате, на этом инструменте. Гагарин его наши, давайте. Да, 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 поехали. Поехали. Да, значит, где наша эргационная система? Мы подключаем переходник. Что это у вас за эргационная система такая интересная? Не, она абсолютно стандартная. Это пассивная эргация или это помпа? Нет, у нас пассивная эргация, на самом деле, с возможностью регулировать давление при помощи манжеты. Инсуфлируемая. Так. Чуть-чуть, сейчас, сюда. Смотрите, здесь вот, когда мы видим сейчас небольшие сгусточки, это не совсем хорошо. Это означает, что, может быть, эти сгусточки будут и в чашно-лоханочные системы, и они могут нам доставить хлопоты. Поэтому мы заходим в чашно-лоханочную систему, чтобы посмотреть, что мы имеем там. Вот, собственно, имеем сгусточки. Но сейчас мы постараемся понять, насколько они нам мешают жить. Ага, да, 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 вытянуй, вытянуй. Ген Андреевич, скажите, часто ли при ретроградной хирургии вы просите анестезиологов ввести препараты лазикса, ну, диуретики? Диуретики? Нет, при... Нет, редко. Редко. Мы упираемся в этот, возьмем, да. И сгибай, и заходи. Видишь, там сейчас будет... Если недостаточно, чуть-чуть еще кожуха можешь выйти. Вон, все, все, все. Ага. Давай, давай, иди, иди, иди. Угу. Ну, даже несмотря на наличие сгустков лоханки, я могу сказать, что визуализация мне нравится. Визуализация хорошая, но вот сгустки нам могут немножко жизнь попортить. Абсолютно не искажающая картина. Да. Никаких излишне ярких цветов, я бы так вот сказал. Кроме сгустков, да. Да. Сгустки, как я уже сказал, у нас... Нам немножко попортили жить. Значит, камень у нас на этом виден. Ну, она гидрофильная была, поэтому... Сейчас. Ну, судя по всему, да, уже. На секундочку, на секундочку, буквально. У нас рентген здесь. Сейчас я просто буквально в таком режиме промежуточном хочу сориентироваться. Да, и комментируйте, что вы... А, нет, это у нас средняя чашка, получается. Да, рентген позитивный камень. Нам нужно сориентироваться, поскольку хорошей ориентации у нас нет и быть не может, потому что у нас есть сгустки. То есть нам надо понять просто на уровне мышечной памяти, где у нас камень, и, собственно, вот он должен быть здесь. Вот он там виден, поэтому... Мы видим с краешку. Да, мы видим, значит, собственно, ты вот, ну, помнишь, запомнил, да, вот так вот заходишь, туда делаешь. И, ну, у нас волокно все-таки даже на гибком инструменте лучше проводить все-таки в его выпрямленном состоянии. Мы сейчас будем проводить волокно и будем осуществлять... Ну, это такой вот боевой кейс со сгустками, со сложностями. Сейчас будем бороться. Не-не, ты это сделай, ты в выпрямленном состоянии, волокно проведем, а потом там сейчас ты волокно проведешь, у тебя несколько ирригаций уменьшится. Посмотрим, как... Сгустков? Ну, я уже сказал, капилляры, ну, просто... Нет, нет, Вегена Андреевич, мы про инструмент разговариваем, которым вы работаете. Какой диаметр у инструмента? 9 френч, соответственно, у нас, получается, у нас кожух 11-13, да, но у нас 2 френча, этого, в принципе, хватает. Мы видим, что у нас, да, у нас адекватная ирригация, ну, рабочий канал стандартный, как и во многих инструментах, поэтому здесь проблем у нас с обратным оттоком быть не должно. 9, это, конечно, не 7 с половиной и не 6 с половиной. 9, это 9, мы находимся в дневной операционной. Мне очень интересно, я жду с нетерпением, откуда, с какой части из этого инструмента выйдет волокон. Вылезет, да, ну, позиция рабочего канала. Я сижу просто и жду этого. Ну, давайте, пока мы еще не успели провести, поспорим. Право, лево, делаем старт. 6 часов, да. 6 часов. О, господи, никакой интриги. Я думаю, что... На 3-х часах, нет, это хорошо, потому что здесь мы работаем в правой почке. В принципе, у нас позиция 3 часа, это как раз-таки оптимально. Но это очень-очень важный момент, вы озвучили, потому что, ну, вот там такие гранды, как Traxxer, то есть люди, которые на очень высоком уровне занимаются гипко-уротерренскопией, у них, они прямо в зависимости от стороны, на которой они работают, выбирают соответствующий инструмент с соответствующей позицией рабочего канала. Ты этот не увидел пока. Ну, вообще, в общем-то, это действительно актуальная ситуация, да, с какой стороны выходит волокно. И не секрет, что, в общем-то, производители одноразовых ротерренскопов уже начали делать раскопки для правой и левой стороны. Да, то есть, и я считаю, что чем больше насыщается этот рынок, тем, конечно, будет нам легче работать. Это очень полезно. Ну, чтобы уходишь в советание на всякий случай, посмотреть, убедиться, что ты там, потом, ну, чуть-чуть-то не там, чуть-чуть вот сюда выходи, вот сюда вот. Вон он. Видим, видим, мы тоже его видим. Вот там он. Значит, да, сейчас у нас будет это, выводи кончик аккуратненько. Непростая локализация. Да. Надо отсечь из густок. Да-да-да, мы сейчас этим займемся. Давай попробуешь, что у нас есть. Сейчас какие режимы у нас? Не-не-не-не, сейчас пока нет. 0.2 и общую... Нет, ну, 0.2, 0.2. Нет, просто, ну, сначала порезать, а потом... Значит, поставь, пожалуйста, 0.2. 0.4 только. А что вы хотите, скажите, вы хотите отсечь... 0.2 и общую где-то 20, общую мощность. Общую мощность. Да. Все, стоит, хорошо. Давай. Давай. Нажимай. У меня вопрос. У вас не зачин... Не бойся, давай. У меня обрезан кончик волокна, что, в принципе, обычно делают... Работает? Что-то не... Не включается. Готов? Готов нажать? Готов. Готов. Ну-ка. Нет. Может... У нас заминки с активацией лазера. Хорошо, перезагружайте вопрос. Давайте. Значит, обычно, обычно, чтобы четко видеть в условиях плохой визуализации, это хорошее, четко делая кончик лазерного волокна, обрезает стеклянный его, ну, как бы, прозрачный кончик, да? Да. У вас этого не сделано. Наверное, в связи с чем? В связи с тем, что вы хотели использовать, наверное, функцию tissue sensor, правильно? О, вот-вот, хорошо ты вышел. Нет, у нас... Да, нет, в смысле, почему мы не обрезаем? Ну, да. Почему вы не обрезаете? Tissue sensor, да. Tissue sensor, по идее, как бы, должен работать и не с загаленным кончиком. Не работает не с загаленным, только с зачищенным кончиком 2-3 миллиметра. Поэтому я и спросил, вы будете tissue sensor использовать в данной ситуации? Планировали, планировали, но на самом деле мы в клинике калибровали с таким, с обрезанным волокном. Проблемы, может быть, и были, но небольшие. Значит, ага. Да, можно, ну, конечно. Не получается? Или что? Сейчас. Сейчас. Так, на секундочку. На секундочку, на секундочку. Так. Так. Значит, смотрите, у нас волокно не... Так. Значит, немножко волокно у нас втянулось внутрь и не проходит. Такое бывает с гибкими скопами, особенно одноразовыми. Сейчас, подожди секундочку. Значит, мы тогда его выпрямляем немножко. Пробуем это сделать на прямом. Вот оно провелось. Сейчас, секундочку. Да, поскольку он у меня здесь... Нет, а так я просто хотел ответить на ваш вопрос, но у меня не получилось. Да я уже забыл, о чем я спрошу. Потому что просто очень... Нет, он вот здесь немножко жесткость, ему не хватает. А, это у нас не то. Есть этот лазер? Хорошо, ладно. Так. Вопрос релокации камня. Насколько он в данной ситуации актуальный? И... Ну-ка, дайте лазер. Сейчас. Сейчас. Ага. Ага. Вот. И вот смотрите. Сейчас мы вот в таким вот режиме дастинга посмотрим, как он... Вопрос релокации, он актуален. Сейчас мы попробуем начать дробление в таком положении. Если у нас не будет получаться, будем пытаться его релокировать. Вопрос. Брадип Ноя. Актуален или, в принципе, у пациентки нет активной экскурсии? Нет, все хорошо. С дыхательным все, все, все пока у тебя хорошо по позиционированию. А вы это сделали? Поменяли настройки? Тут почему-то поменяли настройки, но видите, такой пошел сразу фрагментация. Я обычно, да, работаю вот на таких минимальных настройках 0.2, fine dusting, и насколько это возможно. То есть прям в пыль, в пыль. Здесь нам, скорее всего, уже придется либо использовать корзинку, либо вот по корлингам додрабливать. Вопрос, сколько стоит? 0.5.30? Сейчас стоит, ну, да. Стэндард ПАЛС или МРП? Ультра ПАЛС можете поставить? Зачем? Ну, затем, просто чтобы показать. Ага. Нет, можно сейчас сказать, что стоит? Стэндард ПАЛС или МРП 0.5.30? А? Ультра. Нет, сейчас, сейчас, где-то 10 джоулей, 2 герц. Чисто демонстрация, не прикасаясь, не прикасаясь, попробуй вот так вот. Левая у нас медаль? Выводится он, не выводится? Сложно? А? Ну, чуть-чуть воды. Веген Андреевич. Да. Вы будете с нами общаться или нет? Я? Да. А кто вы? Давайте еще раз представимся. Панферов Александр Сергеевич. Сорокин Николай Иванович. Вы будете с нами общаться? Да. Хорошо. Вот смотрите, как дело веселее пошло. Дальше вот так вот. Ага. Ага. Какой это режим, Веген Андреевич, сейчас? Что? В каком режиме? Это ультрапалс. Ультрапалс. Ну, сколько джоулей, сколько герц? 10 джоулей, 2 герца. 2 герца. Так. Ну, смотрите, у нас фрагментация полная произошла за сколько? Секунд. Секунд. Да. Да. Быстрая, да? Стремительная. Так. Дальше мы устанавливаем какой-нибудь... Ну, еще вот сюда. Да, вот сюда, подожди, еще вот сюда. Поэтому сможешь? Не-не-не, вот видишь? Большой там есть? Я думаю, попкорнинг надо включить и... Да, Николай Иванович вам советует попкорнинг. Не то, что советует... А мы уже это делаем, Николай Иванович? Да, это Николай Иванович любит так вот. Возьмите диктоскоп, надо зайти в уретру. Да, молодцы. Да, и хочешь сказать спасибо, капитан. Не, ну на самом деле... Давай, попробуй. Это просто коллегиальное обсуждение. Думаю, что он на этот частоту не прыгал. Какая прекрасная видимость, хочешь сказать. Да, видимость шикарная. Я прям сам... Да, мы можем просто поставить галочку компании Карл Шторц. Галочку. Да. Галочку. Давайте поставим Юлечку, а не галочку. Давайте Юлечке поставим галочку. Давай, попробуй. За то, что она зарегистрировала такой прекрасный инструмент. Нет, все равно... С такой хорошей визуализацией. А почему в данной ситуации, учитывая вот сложности, не включить функцию tissue sensor? Можно нам... Потому что они заканчивают уже. А, заканчивают. Сейчас можно корзинку возьмем. Нет, есть один нюанс, про который я не буду, конечно, говорить, почему его не надо сейчас включать. А, сгутков. Да, сгустки. Среда будет мешать. Ну, не суть. Да, прям такое ощущение, что слушаешь утреннюю радиопередачу, да? Бочинский Стилавин был такой. Панферов и Сорокин. Радио ночных дорог. У нас хорошая атмосфера здесь в кабинете. Давай, выйди тогда, корзинку проведи. Попробуем вот эту мелочь собрать, чтобы все показать. То есть вы будете фрагмент доставать... Ну, мы же обязаны сделать. Может быть, даже вот этот кусток вытащим, потому что он не очень красивый. Может быть, там его на биопсию сдадим. Обязаны, это не про вас, Евген Андреевич, я не знаю. Вам я ничего не обязан. Евген Андреевич, у меня еще созрел вопрос по технической части инструмента одноразового. Рядом с вами представители компании Шторц. Насколько по времени рассчитан данный инструмент одноразовый, я имею в виду... Насколько вхождений? Нет, по времени работы, да? То есть мы знаем, что... Нет, нам сейчас Юля... Юля... На 60 минут, на 120 или 180 минут. Насколько рассчитан инструмент работает? Она говорит, 10 тысяч рублей в час. Дорого. Это лучший результат. Да. А меня не слышно? Ну, если серьезно. В технических характеристиках, как стандартно написано, что инструмент рассчитан на 4... Не таким тонным голосом, а то я сейчас могу немножко перевозбудиться. На 4 часа, да, мы услышали. Как и во всех стандартных технических характеристиках. Спасибо. Ну, этого более чем достаточно, да, давайте так скажем, для выполнения. Да, можно убрать, можешь смело убрать. Это как раз будет и, ну, условно, тренировка, которая никогда никому не помешает. Игорь Андреевич, скажите, пожалуйста, какую выбрали вы? Я просмотрел, сейчас я посмотрю. А, Дакота, другого, вот, Дакота, бостоновский. Отлично, ну, это по типу Engage. Давай, забирай, забирай. Отлично. Забирай. Сейчас мы занимаемся сгусткэктомией, экстракцией. Прекрасно. Тромэктомией давайте это назовем. Наведем марафет. Давай сюда. О, отлично. Тромэксамовые сгустки. Да, да, именно они. Так мешавшие нам жить. Значит, это, в принципе, практика на самом деле не бесполезная. Почему? Потому что, когда мы удаляем большие такие сформированные сгустки, очень часто на них уходят некоторые маленькие фрагменты, которые садятся. Было такое изобретение, но оно широкого распространения не получило. К счастью, к сожалению, не знаю. Когда и автором был Оливье Траксер. Когда называется аутогемотерапия, я ее так назвал, когда собственную кровь пациента вводили в чашно-лоханочную систему для формирования сгустка, а потом вот такой огромный сгусток удаляли, и на нем вот оседала вся эта пыль. Ну, я думаю, я понимаю, знаешь, как в советских учебниках у нас всегда писалось, что, значит, великий советский ученый, вне зависимости там, я не знаю, от Блюмберга, вне зависимости от того-то, совершил это открытие. Ну, то есть, у Победы всегда много отцов и родителей. Давай, помощнее возьми. Нет, ты не взялся. Чуть-чуть. Сюда не смещается, да? Открывай, открывай, открывай. Вот, давай, все, все. Попробуй, возьми, давай. Ушел. Нет, сорвался? Хорошо, заходи снова. Ну, сейчас у нас такая... Рыбалка. Да, охота на лосося, на изубрия, на крупную рыбу. Это вы готовитесь к Сахалину уже, я так понял. Да, 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 может, да. Да, и всем слушателям, нашим, так сказать, зрителям... Сейчас, 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 на сколько, давай, захватывай группу, да. Да, я хочу вам сказать, что 1-2 августа в Южно-Сахалинске планируется конференция Ура-Уикенд. Два дня, планируется за два дня выполнить около 7 операций и достаточно большого количества докладов, больше 20 докладов за два дня. Поэтому дружеская атмосфера, хорошая научная дискуссия. Мы можем вам показать, показать вот сгустки, на самом деле, да, они такие сочные, вот такие вот аппетитные. Можете показать, мы не боимся крови. Да, я знаю, особенно вы. Как говорил Андрюша, я вам рассказывал, солнышко и ветер нам помогут, Александр Сергеевич. Нам все поможет, Игорь Андреевич. Мы же русские. А вон они. Так, вот сейчас Тимирлан Тимурович делает, прям в буквальном смысле слова, гибкую уротероскопию. Она вот значительно приятнее происходит, чем полуригидная. Сейчас нам нужно немножко здесь постоять, подождать, пока немножко размоется, потому что у нас, вон, вон, видишь, фрагменты. Значит, вот они, фрагменты. Значит, вот сейчас мы можем попросить апноэ, на самом деле, но не прямо сейчас, а немножко подождем и посмотрим улучшение визуализации. Мы видим фрагменты, и хотя бы один из этих фрагментов мы сейчас постараемся забрать себе на память. А вон еще один фрагмент. Ну, сюда встань как-то, который более крупный. Или хочешь сгусток убери, потому что он тебя не смущал, пока у нас есть время. Мне кажется, у вас получится с сгустком забрать сразу несколько. Ну, сейчас мы посмотрим, как это получится. Давай. Да, открывай. Забирай, забирай, забирай. Очень удобный выход для данной операции. Не-не-не, открыли снова. Давай сам командуй, потому что я иногда могу не то что-то говорить. Можно сам чувствовать. Фас. Мелкие, что даже Дакота не может их подхватить. Она у тебя ушла опять внутрь. Не-не-не, нормально все. А камни не летают, и хорошо. Давай, вытаскивай ее немножко наружу. Давай, закрой. На самом деле, я вот, наверное, повторюсь, но я скажу, что, несмотря на... Давай, давай, у тебя есть камень, поэтому выходи, не бойся. Казалось бы, несложные клинические кейсы, да, все вот интероперационные ситуации, которые возникают, они, ну, не совсем стандартные, да, вот, сгусточек, да. Есть? Нужно с ним побороться. Не все это всегда бывает гладко, поэтому мы должны быть уверены, конечно, что и фрагментов не осталось. И сгуски все убрали, и корзинку подобрать соответствующую, и расположение инструмента. Значит, а где? Видно, не видно? Вот, собственно, вы видели, мы извлекли один фрагмент, да? Вот он такого размера. Соответственно, мы понимаем, что вот все, что там у нас находится, это плюс-минус, ну, в два раза больше, в два раза меньше. То есть максимальный размер, это там 3 миллиметра. Поэтому нас уже ситуация не так пугает, мы можем успокоиться, потому что знаем, что у нас фрагменты, они даже по классификации эндоурологического сообщества, ну, то есть если 2 миллиметра, это считается stone-free, не превышая 2 миллиметров. Евгений Андреевич, несмотря на то, что пациентка не осложненная по инфекционным осложнениям, будем ли мы дренировать стентом? Вы знаете, я, как говорится, поскольку у нас сегодня товарищеский ужин и много планов на вечер, если честно, вот вы видели, мочеточник какой, он идеальный. 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 И я, вот мы, конечно же, выполняем инспекцию. Ой, нацеливайся. На самом деле про пластомы сейчас говорили. Да, я бы здесь не ставил. И вот эта вот ситуация, да, потому что говорят, вот на этот, если я использую кожух, то я обязательно ставлю. Но если я использую кожух на непредстентированном мочеточке, если на предстентированном, кожух, как правило, проходит, пролетает как масло, как по маслу, и никаких проблем не возникает. Мы можем вот, вот, как решим, давайте проголосуем. Если сгустки все уберете, я согласен за то, чтобы не устанавливать. Но если сгустки останутся, я за то, чтобы устанавливать. Вот смотрите, какой у нас мочеточник. Он вот прям хороший. Он мне нравится. Так же, как и компания Карл Шторц. Вот в Устье мы можем посмотреть тоже, потому что в Устье тоже никаких проблем. Когда мочеточник предстентирован. Вы видели, как он проходил? Александр Сергеевич на правах хозяина просит все-таки установить стенд. А, тоже производителя компании Карл Шторц? Новые стенды у нас появились. Если у нас такие есть, то давайте поставим. Да. Только Юля говорит, что попросит два и железных. На самом деле, мне очень понравилась картинка. Картинка понравилась. Да, несмотря даже вот на такие технические сложности, сгустков, достаточно много. Все равно визуализация приближенная практически к естественному, так сказать, взгляду. Я бы так вот это сказал. Сейчас подожди немножко. Он промоется немножко. Никаких искажений нет. Очень хорошо видно все. Значит, убери корзинку тогда. Значит, у тебя лучше будет сейчас ирригация. И, по сути, у тебя очень маленькие фрагменты. Волокно, дайте пока постой без этого. Ничего, все, все, так стоим. Немножко на пассивной ирригации. Сейчас уже не надо, они начинают летать. Вот, посмотри, посмотри другую, соседнюю чашку. Ну, просто сейчас инспекцию делай. И смотри, нет ли у тебя ничего такого непристойного. Так, ага. Ну, вот это надо будет. Давайте волокно. Что хочешь, волокно или корзинку? Давайте корзинку. Ну, камень видно, что он моногидрат. Плотный достаточно камень. Да, ну, по кристалли, по текстуре камня это видно. Да, ну, при этом, действительно, как вы сказали, секунд. Сколько секунд у нас заняла. Ну, и, собственно, да. И при этом она такая... Не в секундах, а в импульсах считать. Да, ну, и в импульсах. Там, соответственно, получилось где-то, я не знаю, 5 импульсов, что ли. Соответственно, 10 секунд. Да. Чего? Нет. Прекрасная машина на самом деле. Да, мы в ультрапазском работали. И распирает гордость, что это действительно машина, которая создавалась в России. В нее вкладывали... Все свои... Не-не-не, чуть-чуть, надо дальше. Весь свой опыт и интеллект российские врачи, в том числе наш учитель общий, наш уважаемый Алексей Георгиевич Мартов, который очень много внес в разработку данного аппарата. Ну, и, конечно, Николай Иванович, Салим Мухамедович, тоже непосредственно участвовали в разработке многих функций этого аппарата. Ну, ты понял. Это очень приятно. И он получился таким, как нужно урологу. Наш, да, любимый, отечественный... УАЗ Патриот. Да, УАЗ Патриот. Главное, что не как автомобиль Москвич. Давай, выходи, выходи. Где только шильдики поменяли. Ну, насколько я знаю. Отлично. Отлично, отлично. В кожух главное выйти. Ну, хотя уже в мочеточнике. Чего стоим? Отлично, все. Право. Давай я. Давай, держи тебя. Сюда, дорогие. Так. Да, вот это наш самый, ну, на мой взгляд, самый большой фрагмент. Собственно, да. Ну, здесь будет миллиметр, я думаю, 3-4. Да. Поэтому сдать его. А, Александр Сергеевич. Здесь Веген Андреевич. Да, Александр Сергеевич. Скажите, пожалуйста, вот у вас настолько прогрессивная клиника, которая вызывает во мне чувство такого же искреннего восхищения, неподдельного, какое вызывает у вас компания IPG. Ну, и у всех у нас, наверное. А вот наряду с этими всеми прогрессивными вашими технологиями и инвестициями в здоровье и в медицинские услуги, вы планируете купить, приобретать анализатор камней? Знаете, Веген Андреевич, я об этом мечтаю на самом деле, да, то есть, но я могу сказать, что я являюсь сотрудником Юго-Западного государственного университета, который находится в городе Курске. Имеет прямую возможность привлекать все силы определенных кафедр этого университета, в том числе, в которых есть специалисты, которые занимаются анализом любых камней, не только в человеке, но и, в принципе, в природе, да, то есть у нас с ними сейчас ведется определенная работа, и я могу сказать честно, мне результаты больше нравятся гораздо, чем те анализаторы, к которым мы привыкли. Я про спектрометрию, да, и так далее. Ну и надо сказать, что... Вряд ли у тебя что-то уже налипнет, поэтому закрой и вытащится, вытащится, а дальше уже упорним. Практически отдельно все камни. Вот это вот просто оно не зайдет в тебя, ты не сможешь ее заплатить. Кто-то еще участвует? Да, две клиники МГУ и наша клиника. Мы участвуем в исследовании всех камней. Вот у пациентов с мочеками и болезнью, которые мы оперируем, мы его доберем позже, но работа тоже интересная и перспективная. Убирай картинку, мой тебе совет. Постой немножко про это. Промойся. Давайте. У нас на попкорне, да, стоит? Давайте наш этот волокно. Евгений Андреевич, а что вы еще собираетесь фрагментировать? А мы просто вот последние штрихи, вот, ну, здесь мы можем спокойно уходить. Абсолютно я с вами согласен, что вы можете спокойно уходить. То есть уже очередь в операционную поджимает, да? Нет, я просто думаю, что это лишние какие-то трудозатраты с вашей стороны. Помните, реклама была, банк «Периал» и поднимал Тимирлан камни, разговаривал с ними, вспоминая их имена. Вот потом уже вспомнит Тимирлан, как он назвал этого камня, этот камень, этого камня. Да, красиво назвал. Тимирлан Тимурович, молодец. Он уверенно работает, он чувствует... Главное, спокойно. Это видно, да. Несмотря на то, что три каких-то безумных человека что-то постоянно комментируют его действия. Тимирлан Тимурович является учеником Марины Мухамедовича. И Али Мухамедович... Тимирлан Тимурович, первый человек, который... Мама его стоит и поддерживается спиной. Можно сказать, внедрил, внедрил одноразовый у РТР Реноскоп, компанией Карл Шторс. В клиническую практику в Курске. В практику в России. В России. Не только в Курске, но и в России. Да. Вот здесь, издалека так вот сделай, попробуй активируй. Да, да, да. Продолжительно так, подержи. А можно нам вот здесь небольшое апноэ дать? Кажется тогда, ну здесь вообще нечего ловить. Просто здесь настолько все. Я не вижу ни одного фрагмента крупнее волокна. Да. Это правда. Пойди в другую. В другой. Ниже, 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 ниже. Посмотри, у тебя там. Посмотри. Вот здесь. Волокно, насколько я знаю, у вас 200 микрон. Да, все, все, вниз, ниже спускайся. Посмотри. Все хорошо. 200 микрон, это нужно 2 минуты. Так, у нас апноэ. Чисто. Можно дышать уже, и мы тогда уже будем заканчивать. Так, все. Давай, убирай волокно, чтобы он это не перекрывал тебе. Ирригацию. И давай струну. Струну по кожуху? А? Струну по кожуху? Не, не, не. Сейчас мы сделаем. Струну будете проводить по кожуху, Евгений Андреевич? Можно? Я перехвачу. Посмотрим. У нас дискуссия просто. Евгений Андреевич, струну будете по кожуху проводить или по инструменту? Не, не, не. Не, ну мы же хотим посмотреть этот. А, давление поменьше сделайте. Поменьше. Струну? Мы же хотим стенд поставить. Или все-таки, я надеюсь, не поставить. Да, 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 все правильно. Мы не изменяли свои инструменты по кожуху, поставить струну. Или как? Нет? Не, не, не. Значит, можно даже рядом провести. Просто мы хотели вместе посмотреть. Это для нас было интересно. Значит, делаем вот так вот. Так, значит. Ну, давайте. Не, посмотрим просто мочеточник. Где он у нас вообще какое-либо вызывает у нас препятствия? Ну, вообще опасения или нет? Можно будет это посмотреть? Ага, все на месте. Ну, на самом деле, мочеточник не имеет никаких дефектов. Мочеточник просто идеальный. Вот, вот, чтобы вы видели. Лучше, чем был до операции. Ну, вот, вот, вот. Продолжение следует...